Досрочный единый государственный экзамен по математике 2019 года. Показания счетчика электроэнергии 1 августа составляли 43 364 кВт-ч, а 1 сентября 43 544 кВт-ч. Сколько нужно заплатить за электроэнергию за август, если 1 кВт-ч электроэнергии стоит 5 рублей 10 копеек? Находим расход электроэнергии. Из последнего показания счетчика 43 544 мы вычитаем предыдущие показания. То есть 43 364. 4 минус 4 0. Занимаем 14 минус 6 8. И тут 4 минус 3 1. Расход 180 кВт-ч. Умножаем расход на стоимость электроэнергии в рублях. Это 5,1 в рублях. Можно десятку забрать ко второму со множителю. Тогда у нас получается надо 18 умножить на 51. Так проще. И вот теперь можно по-разному. Можно в столбик умножить. Можно 51 представить как 50 плюс 1. Умножаем 18 на 50. Можно по-разному. Можно на 100 умножить. Будет 1800 и поделить на 2. Можно так просто на 50. Кому как проще. Получается 900. И 18 умножить на 1 это плюс 18. В результате получается 918. В ответ пишем 918. Задание номер 2. В ходе химической реакции количество исходного вещества реагента, которое еще не вступило в реакцию, со временем постепенно уменьшается. На рисунке эта зависимость представлена графиком. На оси абсцис окладывается время в минутах, прошедшее с момента начала реакции. На оси ординат масса оставшегося реагента, который еще не вступил в реакцию. Определите по графику, сколько граммов реагента вступило в реакцию за первую минуту. В начальный момент времени, в нулевой момент времени, масса реагента была равна 20 граммам. А вот уже через минуту, смотрим по графику, она стала равна 12 граммам. Находим разницу 20 минус 12. 20 минус 12. Получаем 8 граммов. В ответ пишем число 8. Задание номер 3. Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге, с размером клетки сантиметр на сантиметр. А, просто единица на единицу. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. Так, ну вот здесь вот они не записали, что это 1 сантиметр на 1 сантиметр. Вот это вот уже неточность. Но не важно. Так вот, ответ дайте в квадратных сантиметрах. Значит, одна клетка, мы будем понимать, как 1 сантиметр. Тогда проще всего можно тоже по-разному находить, в том числе и с помощью формулы пика. Но самый простой способ в данном случае найти просто по готовой формуле площади трапеции. То есть найдем площадь трапеции, как произведение полусумы оснований на высоту. Это будет у нас 1 вторая а плюс b умножить на h. Считаем. Тогда у нас получается 1 вторая. Основание у нас получается 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клеток. Это нижнее основание. И верхнее основание. 1, 2, 3, 4 клетки. Умножаем на высоту. 1, 2, 3 на 3 клетки. То есть 3 сантиметра. В результате получаем 8 плюс 4, 12 делим на 2, 6. 6 умножаем на 3, получаем 18. В ответ пишем число 18. Следующее задание. Задание номер 4. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнет игру с мячом. Команда труд играет 3 матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих играх труд выиграет жеребий ровно 1 раз. Всего команда труд играет 3 матча. Значит монетку будут бросать ровно 3 раза. Запишем все возможные варианты бросания монетки 3 раза. Орел, решка, предположим, выпадает. Тогда сначала переберем все возможные варианты. С орлом на первом месте. Предположим, первый раз выпал орел. Тогда орел может выпасть либо с двумя орлами. Также орел может выпасть либо с двумя решками. Также орел может выпасть с орлом и решкой. И также орел может выпасть с решкой и орлом. То есть мы перебрали все возможные варианты двух бросаний. Орел, орел, решка, решка, орел, решка, решка, орел. Теперь с решкой на первом месте переберем все варианты. Аналогично. Решка, решка, решка. Решка, орел, орел. Решка, решка, орел. И решка, орел, решка. Проверяем. Решка на первом месте. Решка может быть с двумя решками, с двумя орлами. С решкой орлом или с орлом решкой. Действительно мы перебрали все возможные варианты. То есть всего вариантов может быть 8. Теперь выберем те варианты, которые нас устраивают. Нас устраивают варианты, когда команда труд выиграет жребий ровно один раз. Предположим, выигрыш означает выпадение орла. Найдем все варианты, где орел выпал ровно один раз. Вот этот вариант нас устраивает. Также нас устраивает вот этот вариант. Тоже орел выпал ровно один раз. И также нас устраивает вот этот вариант. То есть нас устраивает три варианта из восьми возможных. Используя формулу классического определения вероятности P равно m разделить на n, где m это число благоприятных исходов испытания, а n это число всех возможных исходов испытания. Просто подставляем. 3 варианта нас устраивает, а всего может быть 8 вариантов. Получается 3 восьмых. 3 делим в столбик на 8, получаем 0,375. В ответ мы пишем именно это число. Задание номер 5. Найдите корень уравнения. Учитывая, что обе части уравнения не отрицательны, можно возвести обе части уравнения в квадрат. Возводим в квадрат. Тогда слева получается подкоренное выражение 13 плюс 2х. А справа получается 5 в квадрате 25. То, что с переменной оставляем в одной части, все остальное переносим вправо. 13 переносим вправо, получается 25 минус 13. Получаем 2х равно 12. Делим обе части на 2. Получается 12 на 2 делим. Получаем 6. В ответ пишем число 6. Задание номер 6. Четырехугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABD равен 61 градус. Угол CAD равен 37 градусов. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах. Покажем те углы, которые нам известны. Нам известен угол ABD. Вот он. И он равен по условию 61 градус. Также нам известен угол CAD. И он равен 37 градусам. А нам нужно найти угол ABC. То есть вот этот весь большой. Вспомним, что вписанные углы, которые опираются на одну и ту же дугу, равны друг другу. То есть так и запишем. Вот сейчас мы заметим, что угол DAC, который нам дан, или CAD, неважно, он опирается на дугу CD. Но на эту же дугу опирается еще и угол DBC. А значит вот эти два угла равны друг другу, так как они опираются на одну и ту же дугу. Так и запишем. Угол DBC равен углу CAD. Так как они равны 1,2 градусной меры дуги DC. Они опираются на одну и ту же дугу и равны ее половине. Таким образом угол CAD равен 37 градусам. Так же как и угол DBC. Вернее, стоп. Вот здесь можно было написать. Это 37 равен по условию. А угол CAD равен как раз углу DBC. Это означает, что угол DBC, вот этот покажем сейчас сразу, равен также 37 градусам. Ну а теперь просто найдем то, что нам нужно. Угол ABC, который нам нужен, он как раз состоит из этих двух углов. Он равен углу ABD плюс угол DBC, который мы только что нашли. В результате получаем 61 градус. Ну тут уже можно, или ладно, потом в ответ писать не будем градусы. Плюс 37 градусов. Действительно мы получаем сумму вот этих двух углов. То есть в результате получаем 98 градусов. Градусы в ответы писать мы не будем. Просто в ответ запишем число 98. Сейчас покажу. В ответ мы пишем просто 98. Градусы в ответы мы не пишем. Следующее задание номер 7. На рисунке изображен график производной функции f от x. Определенная на интервале минус 3,8. Найдите точку минимума функции f от x. Покажем на числовой оси промежутки возрастания и убывания функции f от x, учитывая график ее производной. Заметим, что по графику значения y в точках минус 2 и в точках 4 равны нулю. Давайте покажем сразу эти точки. Вот они точки минус 2, а вот она точка 4. Так вот в точках минус 2 и в точке 4 y равен нулю. Но y по условию, это как раз и есть производная. А значит производная в точке минус 2 и в точке 4 равна нулю. Найдем знак производной слева и справа от каждой из этих точек. Предположим, возьмем точку слева. Кстати, здесь уже мы можем прям по графику это увидеть. Вот слева от точки минус 2 у нас вот эта часть графика. Вот она. Для этой части графика, для любой точки этой части графика, у нас y будут положительными. Вот какую бы мы точку не взяли на этой части графика, y положительные. Но y это как раз и есть производная. А значит производная слева от точки минус 2 будет иметь знак плюс. Таким образом сама функция будет возрастать. Теперь найдем знак производной между точками минус 2 и 4. Заметим, что между точками 2 и 4 график производной находится в нижней полуплоскости. Это означает, что значение ординаты любой точки этого графика, вот мы сейчас видим это, какую бы мы точку не взяли внутри между точками минус 2 и 4, какую бы мы точку не взяли на графике, у нас значение ординаты будет отрицательным. Но y это и есть производная. Значит производная на этом интервале будет иметь знак минус. Таким образом функция убывает. Это сама функция f от x, график которой мы не видим. Нам дан только график производной. И теперь заметим, что справа от точки 4 все точки графика имеют положительные ординаты. То есть y равны положительному числу. Это значит y больше нуля. Но y это и есть производная. Значит производная больше нуля. Плюс. Ну и теперь смотрим. У нас в точках минус 2 и 4 производные равны нулю. И слева и справа функция меняет свою монотонность. А это значит, что точки минус 2 и 4 являются точками экстремума. Нам необходимо найти точку минимума. Это будет такая точка, для которой слева функция убывает, а потом возрастает. То есть точка 4 это и есть точка минимума. Сама функция убывала, потом начала возрастать. Значит точка 4 это точка минимума. Значит в ответ мы пишем 4. Ответ число 4. Следующее задание. Задание номер 8. В прямоугольном параллелепипеде A, B, C, D, A, 1, B, 1, C, 1, D, 1 известно, что A, B равно 5, B, C 4, A, 1 равно 3. Найдите объем многограника, вершинами которого являются точки A, B, C, B, 1. Проще всего это соединить точки и увидеть вот эту пирамиду, которая получается. То есть нам с вами нужно найти объем вот этой треугольной пирамиды. Самый простой способ, можно по-разному здесь рассуждать и находить, распиливать, можно пополам сначала и так далее. Но самый простой способ это найти объем пирамиды по готовой формуле. То есть объем пирамиды мы найдем как 1 треть надо умножить на площадь основания, а это значит площадь треугольника A, B, C, и умножить на высоту. В качестве высоты мы можем взять ребро B, B, 1. 1 треть мы перепишем. Площадь основания треугольника A, B, C мы можем найти, так как у нас в основании прямоугольного параллепипеда лежит прямоугольник, значит угол B прямой, а значит треугольник A, B, C прямоугольник, а значит там прямоугольный, а значит можно найти его площадь как полупроизведение его катетов. 1, 2, A, B на B, C. 1, A, B на B, C. И еще умножить на B, B, 1. Все ребра нам даны, в результате получаем 1 шестая умножить на A, B это 5, B, C это 4, и B, B1 равно А, A1, то есть на 3. На 3 сокращаем, получаем 2, 4 также на 2 сокращаем, получаем 2. 5 на 2 будет 10. В ответ пишем число 10. Задание номер 9. Найдите значение выражения. 2 корня из 2 косинус в квадрате 3π на 8 минус корень из 2. Проще всего, сразу запишу равно, проще всего это вынести корень из 2 за скобки. Выносим за скобки, получаем 2 косинус в квадрате 3π на 8 минус 1. А это формула. Вот эта скобка представляет собой косинус двойного угла, то есть в результате у нас получается корень из 2 умножить на косинус 2 умножить на 3π на 8. Косинус двойного угла. Равно, равно. На 2 сокращаем, получаем корень из 2 умножить на косинус 3π на 4. 3π разделить на 4. Дальше можно по-разному находить этот косинус. Один из способов, предположим, представить косинус как 3π на 4, представить как π минус π на 4. Запишем как π минус π на 4. Теперь по формуле приведения, косинус π минус α это минус косинус α. Значит, в результате получается минус корень из 2 умножить на косинус π на 4. Равно, равно. Минус корень из 2. Подставляем косинус π на 4. Это корень из 2 разделить на 2. Корень из 2 на корень из 2 это 2. Делим на 2. Сокращается, получается единица. В результате получается минус 1. В ответ пишем минус 1. Следующее задание номер 10. Установка для демонстрации адиопатического сжатия представляет собой сосуд с поршнем, резко сжимающим газ. При этом объемы давления связаны следующим соотношением. П1, П2 начальное и конечное давление, состояние давления газа. В1, В2 начальный и конечный объем. Изначально объем газа известен, давление газа также известно. До какого объема нужно сжать газ, чтобы давление в сосуде стало 128 атмосфер. То есть нам необходимо найти конечное значение объема. То есть В2. Попробуем из данной формулы, которая нам дана. Мы ее сейчас перепишем. П1 умножить на В1 в степени 1,4 равно П2 умножить на В2 в степени 1,4. Попробуем выразить то, что нам нужно. В2 в степени 1,4 будет равно. Для этого на П2 обе части делим. Тогда у нас получается П1, В1 в степени 1,4. Нам необходимо разделить на П2. И вот теперь сразу начинаем подставлять. Не обращая внимания на показатель степени. Сразу начинаем подставлять. П1 по условию П1 это начальное давление равно 1 атмосфере. Получается единица. Умножить на В1. В1 это первоначальный объем газа. То есть 256. 256 в степени 1,4. Разделить на П2. П2 это давление, которое нам известно. То есть давление в сосуде стало 128 атмосфер. Значит подставляем 128. 128 равно. Что такое 256? Если сейчас на множители разложим, получается 2 в 8. То есть это будет 2 в 8. И все это в степени 1,4. А в знаменателе 128 это 2 в 7. То есть тогда получается степень в степени. Показатели степени перемножаются. Получается 8 умножаем на 1,4. 8 умножаем на 1,4. 8 умножаем на 1,4. 8 умножаем на 1,4. 3 умножаем на 1,4. 2 пишем, 3 запоминаем. 8 умножаем на 1,8. И 3. Это получается 11 и 1 знак после запятой. 2 в степени 11,2 разделить на 2 в 7. При делении показатели вычитаются. Основание перепишем. 11,2 минус 7. Получается 4,2. Теперь возвращаемся к тому, что было. То есть у нас было 18. Так, V2 у нас было в степени 1,4. И в результате получилось 2 в степени 4,2. Нам необходимо найти V2. То есть нам мешает вот эта степень. Посмотрим, что это за степень. 1,4 это 14 десятых. Ну или можно было написать 1,4. Потом записать в виде неправильной дроби и так далее. То есть после сокращения на 2 у нас получается 7 пятых. Это значит, давайте так и запишем. То есть у нас получается V2 в степени 7 пятых. V2 в степени 7 пятых. Равно. Здесь сделаем то же самое. Что такое 4,2? Это 42 десятых. Сокращаем на 2. У нас получается 21 пятая. То есть в результате получается, так и запишем, 2 в степени 21 пятая. Теперь нам нужно избавиться от вот этой степени, от вот этого показателя степени. Для этого нам нужно возвести обе части в одну и ту же степень. А именно в степень 5 седьмых. Потому что при перемножении сейчас этих степеней у нас получится как раз единица. 5 седьмых. Но если мы левую часть возвели в степень 5 седьмых, тогда и правую часть нужно возвести в степень 5 седьмых. В результате получаем степень в степени. Это значит показатели степени нужно перемножить. 7 пятых умножить на 5 седьмых будет единица. Значит будет V2 в первой степени. А теперь здесь то же самое делаем. 5 5 сокращаем после перемножения. И 21 делим на 7. Получается 3. То есть получается 2 в третьей степени. А 2 в кубе это 8. Значит в ответ мы пишем число 8. Следующее задание номер 11. Имеется два сплава. Первый сплав содержит 5% меди. Второй 13% меди. Масса второго сплава больше массы первого на 9 килограмм. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 10% меди. Найдите массу третьего сплава. Изобразим первый сплав. Изобразим второй. И после того как их сплавили, в результате получился третий сплав. Вот получился у нас третий сплав. Теперь что известно у нас про каждый из этих сплав. Про каждый сплав. Первый сплав у нас содержит 5% меди. Так и подпишем. Медь 5%. Второй сплав содержит 13% меди. Пишем медь 13%. И третий сплав содержит 10% меди. Далее. Что известно? Известно также, что масса второго сплава больше массы первого на 9 килограмм. Пусть масса первого х килограммов. Тогда масса второго на 9 больше. То есть х плюс 9. Подпишем сразу. Это масса первого. Это масса второго. После того, как эти сплавы соединили вместе. Это значит нам необходимо к массе первого сплава прибавить массу второго сплава. То у нас масса третьего сплава будет равна сумме масс первого и второго. Это будет, раскрываем скобки, получается 2х плюс 9. Нам необходимо в ответ записать массу третьего сплава. То есть нам как раз и нужно найти вот это значение. Вот чтобы нам не забыть, что нам не х нужен в ответе, а вот именно масса третьего сплава. Вот так и запишем вот здесь вверху. 2х плюс 9. Это как раз то, что нам с вами нужно найти. Знак вопроса поставим. Ну и теперь, для того, чтобы решить эту задачу, нам необходимо приравнять количество чистой меди в левой части равенства. Количество чистой меди в правой части равенства. Как найти количество чистой меди в левой части равенства? Нам необходимо найти сначала 5% меди от первого сплава. А как найти 5% если х это масса всего первого сплава? Но меди у нас только 5%. Чтобы найти 5% от числа х, нам необходимо х умножить на 5% и 5% при этом надо перевести в десятичную дробь. 5 переводим в десятичную дробь, запятую переносим на 2 знака влево, получается 0,05. Это получается 0,05 мы умножаем на х. Это и есть количество чистой меди в первом сплаве. Можно по-разному было рассуждать. Можно было х поделить на 100. Тогда бы мы нашли 1%. А у нас таких процентов 5. Значит надо еще было умножить на 5. И тогда бы мы нашли количество чистой меди. Но у нас все равно получилось бы такое же число. Далее. Для того чтобы найти 13% от х плюс 9, надо 13 перевести в десятичную дробь. Мы перевносим запятую на 2 знака влево. Будет 0,13. 0,13. И умножить на х плюс 9. На х плюс 9. И в результате все это должно быть у нас равно количеству чистой меди в правой части равенства. 10% от вот этой всей массы. 10% это 0,1. И умножаем на 2х плюс 9. Раскрываем скобки. Приводим подобные слагаемые и решаем. Но наверное для начала нам удобно было бы умножить обе части на 100. Или ладно давайте сначала именно так продолжим решение. Тогда у нас получается 0,05 умножить на х плюс 0,13 умножить на х плюс 9 умножаем на 0,13. Получается тогда 3х9 27. 7 пишем. 2 запоминаем. 9х1 9 и 2 запоминали 11. И 2 знака после запятой. Значит будет 1,17. Далее равно. Раскрываем скобки в правой части. Получается 2 умножаем на 0,1. 0,2х и плюс 0,9. Теперь можно перенести все что связано с переменной х в одну сторону. А числа в другой стороне оставить. Тогда у нас получается 0,05. Да и 0,13. У нас складываем получается 0,18х. То есть в результате получается 0,18х. Мы вычитаем 0,2х. Это все равно что 0,20. А в правой части у нас остается тогда 0,9 и с минусом пойдет у нас минус 1,17. Вычитаем. 0,20 надо вычесть от 0,18. Это получается с минусом 0,02х. А в правой части у нас с вами надо от вот этого числа вычислить и поставить знак минус. Тогда у нас получается вычитаем 0,9. Это получается 0,27 с минусом. Минус 0,27. Умножаем на минус 100. Умножаем на минус 100. Тогда у нас получается 2х равно 27. Можно даже х не находить. Потому что наша цель. Вот она. 2х плюс 9 найти. Поэтому х можно не находить. Поэтому сразу пишем 2х плюс 9 нам нужно было найти. Вместо 2х мы подставляем то, что мы нашли. Это 27. В результате у нас получается 27 и плюс 9. То есть у нас в результате получается 36. 36. Ответ 36. Следующее задание. Это задача номер 12. Найдите точку минимума функции. у равен х квадрат минус 22х плюс 48 логарифм натуральный х. Начинаем с области определения функции. d от у будет равно. Под знаком логарифма у нас переменная х. Она должна быть строго положительна. Значит х будет изменяться от 0 до плюс бесконечности. Именно на этом промежутке нам нужно находить точку минимума. Далее нам необходимо найти производную. Приравнять к 0 и найти точки возможного экстремума. Так называемые критические точки. Тогда у нас получается у будет равен 2х минус 22 плюс 48. Перепишем. А производная от логарифма это единица разделить на х. Далее нам необходимо приравнять производную к 0. у приравниваем к 0. Тогда у нас получается 2х минус 22 плюс 48 разделить на х равно 0. х 0 не равен. Это мы уже учли в области определения. Значит на х можно обе части умножить. Умножаем обе части на х. Получаем 2х квадрат минус 22х плюс 48 равно 0. Делим обе части на 2. Получаем х квадрат минус 11х плюс 24 равно 0. Здесь легко. Можно и через дискриминант находить. Как хотите находите. Но быстрее всего потеряем веет. У нас получается корни тогда 3 и 8. 8 у 3 2 4. 3 плюс 8 11 с противоположным знаком как раз минус 11. То есть у нас получается 2 корня. Это 3 и 8. х равен 3 или х равен 8. Нам необходимо найти точку минимума. Это значит нам необходимо найти знак производной слева и справа от каждой из этих точек. Берем на числовой оси и показываем точки 3 и 8. И находим знак производной слева и справа от каждой из этих точек. Здесь можно по-разному. Например можно взять и подставить предположим единицу. Вот слева. Тогда подставляем в производную вот сюда. Тогда у нас получается здесь 48. А здесь получается 2 минус 22 минус 20. То есть 48 минус 20. Это получается положительное число. Знак плюс. Производная положительная. Значит функция возрастает. Справа можно взять предположим число 6. Подставляем 6. 48 на 6. Это получается 8. Тогда здесь у нас получается 6 у 2 12. Значит получается у нас минус 10. Минус 10 и 8 получается минус 2. То есть число отрицательное. Пишем знак минус. Значит функция убывает. И справа можно взять и подставить например число 48. Тогда если 48 подставляем тут единица. Тут получается у нас 96 с плюсом. Минус 22 положительное. И здесь у нас единица тоже положительная. То есть получается в результате у нас положительное число. Значит функция возрастает. Нам необходима точку минимума. Это точка 8. Так как до нее функция убывала. Потом начинает возрастать. Значит x равное 8. Это и есть точка минимума. А это значит что в ответ мы запишем число 8. Мы разобрали все задания первой части досрочного ЕГЭ 2019 года профильного уровня. На следующих занятиях разберем оставшиеся задачи из второй части досрочного ЕГЭ.